Всем привет! С вами Оля. Сегодня, скорее всего, последнее видео в этом году. И, конечно же, в преддверии новогодних праздников я хочу вас сделать на парфюмерную тему. И, наверное, поговорю с вами про те ароматы, которые я планирую носить в праздничные дни, в новогоднюю ночь. Это самые яркие, самые вкусные. Либо, возможно, те ароматы, которые надеваешь тогда, когда надоела яркость, надоела быть очень-очень такой вот прям суперароматный. Мне хочется немного отдохнуть, расслабиться, побыть. Либо так уютно посидеть где-то дома, либо просто какой-то нюдовый аромат на себя надеть. То есть будет всего много, совершенно все ароматы разные. Я думаю, то, что это видео будет вам интересно. И, конечно же, оставайтесь со мной. Настроение уже давно праздничное, Новый год уже кругом. И ароматы подбираются периодически тоже очень праздничные, очень яркие. Но иногда, наоборот, не хватает времени даже подумать, чтобы на себя нанести. Поэтому в этом видео давайте так вот пробежимся по самым вкусным ароматам и посмотрим, чем же можно себя побаловать. Начну я, наверное, с аромата, который на протяжении двух ночей становился моим ароматом для новогодней ночи. Это такая вот маленькая пробирка. У меня есть еще большой рефил, то есть я подзаполняю его. Это Killian Love. Это аромат праздничный, аромат сладкий. Но, в принципе, если вы его будете носить каждый день, допустим, как зимний вариант, это тоже будет нормально. То есть это именно для меня аромат праздника. Вот так у меня ассоциации такие с этим ароматом. Очень сладкий. Сладкий до такой степени, что становится даже практически горьким. Такой, как темный, наверное, горький шоколад. Не буду я углубляться в рассказы про ароматы. Просто лучше покажу вам побольше флаконов. Второй аромат, который также для меня праздничный. И это не обязательно Новый год. Вот, периодически я надеваю его и на дни рождения, и на какие-то такие торжественные выходы. Это Нуар де Нуар от Тома Форда. Я думаю, многие парфюмоньяки, те, кто любит парфюмерию, с ними знакомы, знакомы с этим ароматом. Мне кажется, это, наверное, один из лучших ароматов у Форда. И вообще, такой для меня он один из самых красивых ароматов коллекции. Это роза, очень богатая, очень сладкая, такая немного шоколадная. Шоколадность придают, скорее всего, почули. Почульная база, очень такая прям вот сливочная, сливочная, жирная, жирная. Аромат сам такой очень яркий. Еще раз повторюсь, что это для любителей розы. Для меня он тоже праздничный, его не хочется как бы надевать абы как, абы куда, просто чтобы не расходовать свои эмоции, поэтому всегда приберегаю его для праздников. Следующий аромат, который мне тоже не хочется носить очень часто, я его ношу редко, но только потому, что я его люблю. И, опять же, не хочу как-то сильно им присытиться. Это Монталь Вельвет Флауэрс. Это самый мой первый Монталь, который появился у меня в коллекции. И до сих пор я его очень сильно люблю. Это, опять же, роза. Когда я его вдыхаю, мне представляются такие вот прям бордовые, практически ближе к черному розы. Я не знаю, как они могут пахнуть. Возможно, антураж вокруг пахнет ярче, чем они. Но представляется почему-то очень богатая такая атмосфера, вельветовые цветы, да, возможно, какая-то парча, возможно, какой-то бархат, вельвет. Я не знаю, какая-то такая дорогая ткань. Возможно, это как какой-то закулисье. Я не знаю, с чем это можно сравнить. Возможно, это какой-то такой вот домашний интерьер у кого-то очень такой богатый, красивый. И пахнет, опять же, очень ярко, так бодуарно, насыщенно, очень вкусно. Но, опять же, не на каждый день, не на каждый сезон. Я ношу эти цветы только в холодное время года, потому что, если на улице тепло, то эти розы на мне начинают кислить, аромат совершенно не садится, и красоты никакой из него не получается. Следующий аромат, который тоже хочется носить именно для поднятия настроения. Я не скажу то, что для него нужен какой-то повод. Именно этот аромат, это Killian Some Like It Hot. Именно этот аромат можно надеть тогда, когда вам, наоборот, хочется поднять себе настроение, когда хочется чего-то такого сладкого, позитивного. Это тот аромат, который не требует посадки. Это тот аромат, который для меня, по крайней мере, не требует какого-то определенного стиля в одежде. Это очень сладкий такой, какая-то ореховая нуга, личия, не знаю, тоже сладость такая уже немного переходит в горчинку. Возможно, это какой-то ореховый бисквит, возможно, рядом стоит чашка горячего крепкого чая. То есть это уже ближе к такой съедобности, съедобная тема для меня. Но в такие вот зимние, холодные вечера, мне кажется, он будет, ну или просто для какого-то выхода куда-то в гости, я не знаю, или для себя любимый. С удовольствием его буду носить и вам советую. Следующие ароматы для меня такие они, подборка на вкусности, всякие вкусности, как десертные, так вот, допустим, алкогольные. Это Безе Дю Дракон от картины и красивейший аромат. Это у нас про миндаль, про амаретто, именно про такой вот ликерный напиток, который сам по себе уже очень праздничный, который создает уже атмосферу какого-то там, ну пусть Нового года, либо какого-то другого праздника. И этот аромат как нельзя лучше передает именно вот этот вот терпкий вкус алкоголя с привкусом миндаля. Красивый, очень стойкий, совершенно незаслуженно снятый аромат. Я знаю то, что те, кто любит его, либо берегут, либо сбиваются с ног в поисках. Так что, если у вас есть возможность попробовать где-то или приобрести, я вам крайне советую это сделать. Очень его люблю и тоже так вот берегу, периодически пользуюсь, но редко. Следующий аромат это Кашмир Чопорт. Я про него вам рассказывала как-то недавно, наверное, даже. Аромат из серии бюджетных, но очень красивых. Это сладость, но она уже такая немного фруктовая. Здесь, наверное, персики, абрикосы, возможно, какие-то ягоды. А все это уже такое прям перебродившее варенье, наверное, из этих ягод. Потому что также сладость есть. Сладость такая хорошая, густая. Здесь именно вот не ванильная сладость, а уже такая ягодная, мармеладная, очень вкусная. Под Новый год прям как нельзя кстати. И следующий аромат тоже про вкусности, про сладости. Но это уже совсем из другой серии. Это La Femme du Monde, конец света от Elda. Это у нас кукуруза, воздушная кукуруза, которую сделали, не знаю где, в печке, в микроволновке. И немного ее поджарили. То есть здесь она с дымком, с таким вот немного поджаренной какой-то корочкой. Это также сладкая. Возможно, это кукуруза с какой-то ванильной начинкой, либо карамельной. Да, скорее всего, она карамельная. Пирамида у этого аромата шикарнейшая. Тут и порох, и семена моркови. Не знаю, где тут и то, и другое. Для меня это все-таки такая вот воздушная кукуруза, чуть-чуть поджаренная, с явно выраженным карамельным наполнителем. Также из вкусности это вот такой аромат от Romeo D'Ameor. Всегда забываю его, как он называется полностью. Это недавнее мое знакомство. Недавнее мое приобретение уже. Вот смотрите, сколько вам отливало. Но не жалею, потому что очень бы хотела, чтобы многие из вас познакомились с ароматами от этой марки. У меня их разных три. Мне все они очень нравятся. Именно этот с зеленой кисточкой. Это про зефир. Яблочный зефир. Ярко выраженные ноты яблока. И вот такого вот зефира из детского подарка. Это как нельзя кстати, мне кажется, сейчас в новогодние праздники. Потому что зефир очень актуален, я думаю, в Новый год. Также его буду носить как такой сладкий, гурманский, когда хочется побыть такой сладкой девочкой, что ли. Несмотря на то, что он такой сладкий, на такую вот зефирную тему, я бы сказала, что это достаточно серьезный аромат. И не такой какой-то простачок, как может показаться с первого раза. У меня, к сожалению, отвалилась эта кисточка. Я ее никак не могу приделать. Ладно. Мне очень нравится от него, какой остается шлейф. Он очень стойкий, поэтому классный аромат. Если наденете его на какое-то мероприятие, целый день будете пахнуть, и можно не переживать. Следующий аромат, который я просто обожаю, это Артизан Парфюмер. Вообще все от него люблю, от Артизана. И этот аромат, наверное, один из самых моих любимых. Это Через Босфор, Траверсия Дю Босфор. Также делилась с вами, осталось совсем чуть-чуть. Обязательно повторю флакон, потому что, не дай бог, снимут. Любят снимать ароматы, которые такие вот бестселлеры. Не знаю, с чем это связано. Для меня это Средиземноморский базар. Опять же, какая-то яблочная нота. Опять же, пастила, зефир, мармелад. Здесь уже все подряд. И именно с этими конфетными нотами я слышу небольшую помадность. Даже я бы сказала, помадность выше средней. Да, для меня это аромат, в первую очередь, помадный. Это мне только на руку. Я это очень люблю. Если вы меня давно смотрите, вы знаете про мои пристрастия эти помадные. Стойкость просто феноменальная, по крайней мере, на мне. Я долго как-то присматривалась к артизанам и боялась заказывать их, потому что начиталась отзывы про их акварельность, про их нестойкость. Я не знаю, про что люди пишут. На мне все артизаны очень стойкие. Ну, за исключением, допустим, каких-то сильно летних, цитрусовых. Но такие ароматы из этих серий, они не бывают сильно стойкими. Но вот этот аромат, если честно, под конец дня даже немного начинает надоедать. Поэтому лучше, наверное, использовать минимальную дозировку, чтобы не присытиться им под конец дня. Потому что у него, я бы не сказала, что какое-то кардинальное раскрытие. Он вот как стартует, очень ярко, нарядно, так сладко, очень вкусно. Так примерно он и заканчивается. Просто стихает его громкость. Очень люблю его, обожаю. Следующий аромат, который у меня из новичков, я его показывала в своем последнем видео про покупки. Это черные жемчужины. Походила, поносила и понравился он мне еще больше. Вы мне писали то, что у кого-то есть, не подружились. Ну, он специфический. Так же, как я и говорила в своем видео, и в нем есть какая-то немного ретро-нотка. И я вспомнила, что он мне напоминает. У меня есть аромат от LM Parfumes Eau de Supere. Это вот как будто вы всунули нос в пудреницу, в женскую сумочку. Вот то же самое. Но тот аромат, он вообще лишь он сладостей. То есть он такой прям странный-странный. Этой странностью он меня притягивает. Здесь же вот как будто к тому аромату добавили фруктов, добавили чего-то такого. Опять же, из серии варенье, повидло, мармелада. На любителя, на любителя не спорю, но мне такое по душе. Даже пусть немного ретро, пусть немного так, не совсем современно. Ну, нам пугать некого. У нас в окружении все прекрасно знают о нашем увлечении, поэтому воспринимают это нормально. Все окей. Следующий мой любимец тоже. Это Валентина Ассалюта. Я вообще всех Валентин люблю, но вот эта версия, мне кажется, она более нарядная, более праздничная. Она такая, по-моему, здесь в пирамиде заявлена нота трюфеля. Мне его трудно как бы описать, потому что для меня это же какое-то нечто целое. Что-то шоколадного немного, что-то вот такого трюфельного именно не гриба, а, наверное, все-таки имеется в виду шоколад, наверное, потому что я не в курсе, как пахнет гриб-трюфель. Он и терпкий, он и сладкий. И именно этот аромат я могу носить в любое время года. Это один из внесезонных ароматов. Очень его люблю. Классный, супер. И дальше пошли уже ароматы, которые также внесезонны, которые можно, наверное, носить тогда, когда вам взгрустнется. Это один из моих любимцев. Это Narcissus Rodriguez Mask Collection. Я его надеваю тогда, когда мне хочется, чтобы меня спросили, чем от меня пахнет. Это один из самых комплиментарных ароматов моей коллекции. Его любит мой муж на мне. И про него спрашивают на улице, что на мне. Про него спрашивают где-то в магазине. То есть, если я его надеваю, то много-много желающих узнать. Ну, не вот прям вот много, прям толпа. Но, по крайней мере, это один из тех ароматов, про который интересуются. Это такой медовый жасмин на знаменитом родригесовском мускусе. Да, если вы не в курсе, как это пахнет. Также, по-моему, его сняли. Поэтому, кто не пробовал, еще попробуйте. Кто любит, запасайтесь миллилитрами. Как бы не остаться опять у разбитого корыта. Следующий аромат, опять же, из предыдущего видео про покупки. Так как он новый, мне хочется его носить. Мне хочется в нем быть. Уже я говорила то, что также мой муж носит этот аромат. И это тогда, когда вам хочется какого-то уюта, тепла. Вы хотите остаться в празднике дома, допустим, в какой-то один из дней. Посмотреть телевизор с семьей, вдвоем, с детьми. Не знаю, там, побыть наедине. И именно вот этот аромат, мне кажется, как не зря лучше создает ауру такого вот места у камина, теплого шарфа, какого-то кшемирового свитера, вязаных носочков. То есть это для меня аромат уюта, хоть он не про чай, не про мед, он про уд. Да, как я уже говорила, это аромат удовый, но он настолько уд этот мягкий. Не знаю, как еще передать мои ассоциации. То есть это мягкость для меня. Это аромат мягкий, уютный. Здесь нет как раз ни сладости, ни фруктов, ни цветочков, ни розочек. Ничего больше я здесь не слышу. И хотя нам заявляют здесь амбра, амбра пимонте, амбра я тоже здесь не слышу. Для меня это здесь 100% уд. Очень носибельный, приятный, пушистый, в который хочется укутаться, как вот прям, не знаю, в грудь любимого мужчины. И следующие ароматы остались. Это тогда, когда вообще уже все надоело, сладость надоела, яркие цветы, повидло, варенье, все надоело. И вообще хочется как-то немного расслабиться, отдохнуть. Но все-таки рука тянется, да, чем-то себя надушить. Мария Люкс. Это аромат Медли. Я про него рассказывала, но уже, наверное, как-то давно. И тоже я его ношу так очень редко, потому что он мне так мил, так нравится он мне. Он вне сезона, это 100%, но для меня это весна во флаконе. Это капель. Первая капель – это распускающиеся подснежники. Это еще вроде и снег, но уже весна, первые солнечные лучи. Он бело-цветочный, но такой нежный, такой деликатный. Здесь, по-моему, заявлено тубероза, горденья, пусть они есть, но они такие здесь нежные, деликатные. Я бы советовала этот аромат, например, для аромата невесты. То есть это сама невинность, сама нежность во флаконе. Если вы хотите немного отдохнуть от ароматов, то это самый, мне кажется, один из лучших вариантов. Он независим от погоды, он независит от настроения. Вот просто надел и пошел. Следующий аромат – это уже вообще когда вот так вот все труба, все плохо, все переели, перепили все, что можно. Это, конечно же, Джульетта не парфюм. Аромат вуаль, аромат шлейф. Шлейф, то есть на себе я его так до сих пор никогда не могу учить. Но также люди интересуются, муж замечает, комплименты делают. И с этого времени я все-таки стала его любить. Я стала как-то чуть-чуть его на себе осознавать, что ли. Это уже, я не знаю, какая бутылка тоже. Вот вы просите, отливаю, разливаю. Это аромат для наслоения. Не на него можно, ну, скорее не на него, а его этот аромат можно наславить на ваш, допустим, утренний аромат. Я так делаю. Если утром вы в чем-то, вечером, допустим, для того, чтобы обновить, я могу нанести этот аромат. Получается такое интересное сочетание. Если да, не хотите сильно пахнуть, но все же пахнуть хотите, это ваш вариант. И последнее, это вот такой аромат, опять же, от марки Ромео Гигли. Ой, господи, Ромео Дамеор. Аромат чистоты, аромат свежести. Если вы, опять же, хотите пахнуть, но не сильно. Он мне очень напоминает один из Родригесов, Essence Mask. Также они в одной серии, мне кажется. Какие-то такие вот прям полупрозрачные цветы. И аромат горного воздуха, горного ручья. Опять у меня веревочка слетела с него. Не знаю, что еще сказать. Просто аромат отдых. Если вы устали на себе носить что-то яркое и сильно-сильно ароматное, то да, это вот один из вариантов. Все, ребята, все, наверное, свои ароматы показала, которые я планирую, либо планировала, либо постоянно пользуюсь в праздники, для торжеств, для каких-то. А вас я хочу в свою очередь поздравить, конечно же, с наступающим Новым Годом, со всеми праздниками новогодними. Пожелать вам, вашим семьям благополучия, с бычью всех-всех меч. Не болейте, не расстраивайтесь. Только пусть сопровождает вас отличное настроение, счастье, позитив. Пусть исполняются все-все ваши желания. Загадывайте обязательно желания под бой курантов. Они имеют такое свойство сбываться. По крайней мере, я в это верю. В свою очередь, обещаю в следующем году продолжать в том же духе. Может быть, придумаем еще что-то новое, что-то интересное, откроем какие-то рубрики. То есть, планы на блог очень-очень позитивные. Побольше бы еще свободного времени было бы вообще супер. Ну все, всех люблю, целую. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok